И также посланник Аллаха предостерегал, чтобы люди не оставляли Кур'ан. Посланник Аллаха сказал, заключите договор с этим Кур'аном, через повторение. Поистине он быстрее развязывается, чем верблюд из своей веревки. Вот сейчас бы хотел остановиться на этом хадисе и разъяснить его. Во-первых, Салаллаху Алейху Ассаляму сказал, заключите договор. Тот, кто занимается торговлей, он знает, если ты подписал договор, ты обязан его исполнять. Если ты, например, нарушил договор, то ты уже как бы попадаешь в штрафные санкции и так далее. Поэтому также договор, вот часто приходят два, например, мусульмане, не могут решить вопрос между ними, спорный вопрос в бизнесе. Первый вопрос даже, есть ли между вами договор? Почему? Потому что между ними шариат, это их договор, то, что они подписали сами. Аллах в Кур'ане говорит, в сурате Аль-Ма'ида, в первом же аяте, о верующие, придерживайтесь своих договоров. Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейху Ассаляму сказал, верующие должны стоять на своих договорах. И вот здесь, Салаллаху Алейху Ассаляму сказал, заключите договор с Кур'аном через повторение. То есть, имеется, то есть, ты заключишь договор, значит, ты не должен его нарушать, должен постоянно повторять. Дальше, Салаллаху Алейху Ассаляму объяснил и сказал, «Фаиннау ащадду тафальютан минал идбали в укулигаа» Поистине Кур'ан, если не повторять, он быстрее развязывается из памяти, чем верблюд из своей веревки. Вот сейчас, то есть, имеется, когда верблюда, мы когда с шейхами общались, когда я жил в Саудии, и с бедуйным общались, говорит, если верблюда, ты слабо привязал, он быстро развязывается, то есть, он может развязаться, то есть, быстро развязывать эту веревку. Вот это Айкаль называется. Опять же, если посмотрите в арабских странах, когда арабы одевают платок, белый, Гутра называется, есть красный, Шимак. Некоторые не одевают, некоторые сверху такое черное кольцо. Видели еще короли, раньше они были золотистые, такие сверху кольцо. Это что такое? Вот это, в чем это вообще? Во-первых, он не улетает, когда ветер дует. Но откуда это пошло? Со времен, еще с тех времен, с давних времен, это была именно тот Айкаль. Он и так называется Айкаль, веревка, которую завязывали в верблюду ноги. Потом бедуин, например, садился на свое верблюдо, у него платок на голове, в пустыне жарко. Посланник Аллаха, саллаху алейси, тоже одевал на голову платок. И больше всего был муталя-симан, он закрывал лицо от пыли, от песка, также делал чалму из этого. И вот это вот Айкаль, раньше, когда бедуин сняли, развязали верблюда, садился верхом на верблюда. Некуда положить веревку, он клал именно на голову, тем самым держал вот этот платок. И вот это вот, именно вот это, так скажем, противогонка для верблюда, он как раз одевал на голову. И вот здесь у вас, правах Мухаммад, ученые говорят, и вот эти бедуины, с кем мы общались, они говорят, Субханаллах, так быстро развязывается верблюд, если он развяжет вот этот Айкаль, он уйдет и быстро он покидает эту местность. То есть, как бы, ты, может быть, на 5 минут куда-то зашел, там в палатку к другу, там брату навести, да, плохо привязал его, выходишь, ты его не то что не найдешь, ты больше никогда его в жизни не увидишь, потому что он быстро убегает, быстро покидает эту местность. И бывают даже, бывали случаи, когда за 2000 километров с юга Саудовской Аравии на Шиналь, на север уходил верблюд. То есть, быстро, быстро-быстро уходит и больше никогда ты его не найдешь. То же самое, Салаллах, Алейсалям, сказал, повторяйте Кур'ан, заключите договор с Кур'аном через повторение, поистине он быстрее покинет вас, если вы не будете повторять, чем верблюд, который развязывает свою Айкаль, свою веревку. Поэтому здесь вот именно такое побуждение, Салаллаху Алейсалям, именно повторять, повторять, повторять.